Солнце садилось над Финским заливом, но не садились в тюрьму борцы с режимом. Или, как поется в известной песне, за деревней у реки поджег перец пердаки. Есть такое понятие в социал-медиа, в СММ, ER, engagement rate, вовлеченность аудитории. Вот что-то в последнее время темы мною затрагиваемые, вызывают очень бурный отклик. Как, видать, в связи с их актуальностью. Это проявляется не столько в просмотрах, наверное, для того, чтобы огромного количества просмотров достичь, нужно делать несколько иной контент. А это достигается за счет того, что люди очень активно комментируют. Это радует. Более того, радует то, что в основном уровень этой полемики довольно здрав. То есть большинство все-таки стараются общаться корректно и употребляют какие-то более-менее приемлемые термины. То есть откровенно отморозков становится все меньше и меньше. И опять-таки это не может не радовать. Ну вот один из стезисов, который я выдвинул и который звучал, как если у вас на аватаре там Сталин, Ленин, Дзержинский и прочее, то, скорее всего, вы мудак вызвал, конечно, очень бурную реакцию, особенно у тех, у кого на аватарах Сталин, Ленин и Дзержинский. Я выдвинул его, конечно, безосновательно, поскольку я не пояснил, в связи с чем я так считаю. На самом деле, конечно же, вы можете ставить себе на аватар что хотите. Мы живем в свободном мире, в свободной стране, и тут, в общем-то, самореализация приветствуется самая разная. Но дело в другом. Один из основных тезисов, который мне потом уже лично писали, там, в основном ВКонтакте, на странице, что вот я ставлю этого человека не потому, что я его уважаю. Дело вот в чем. Уважение к этому человеку, оно начинается не с постановки его лица к себе на аватар. Оно начинается с определенных действий. Эти люди, какими бы они ни были, я, например, не являюсь большими их поклонниками, но я отдаю дань величине их, масштабу их личности, скажем так. Эти люди, они прошли огонь, воду и медные трубы. У них у каждого, если вы посмотрите по биографии, там по нескольку отсидок, по нескольку побегов и все такое прочее. И складывается такое ощущение, очень устойчивое у меня, что вот эти все их фанаты, так называемые, вот этим фанатам до Сталина, точно так же, как футбольному какому-нибудь фанату, который с таким толстым, знаете, пузом, с пивом до Роналда. Вот примерно так же. То есть ты вместо того, чтобы поставить себе аватар этого человека, может быть, предприми какие-нибудь действия. Ну, например, простой вопрос. Ты когда-нибудь получал атамона дубинкой, когда ходил на демонстрации? Ты когда-нибудь сидел в КПЗ? Ты бежал оттуда? Ты грабил банки во имя революции? А, да-да, друзья мои, банки грабили не только СР-максималисты, банки грабили и большевики. Вот у нас с Егором Николаевичем Яковлевым была даже отдельная лекция на эту тему про КАМО. Есть знаменитый тифрийский экс. Можете погуглить, почитать про то, как он происходил. Кстати, господин Санидзе, мой упомянутый в одном из прошлых выпусков, на голубом глазу говорил в своей программе, что Сталин грабил банк. Сталин, каким бы он ни был, сам банк не грабил. Но он прекрасно этим руководил. Так вот, что из всех вышеперечисленных действий вы, многоуважаемый фанат Сталина, Ленина, Дзержинского и всей компании, сделали? О каких вещах вы рассказываете в рабочих кружках, которые вы, безусловно, организовываете, безусловно, вы их посещаете? Ну и это не все на самом деле. Допустим, ну допустим, что у вас этого диванного такого воина, очень активного, в основном, кстати, на моем ресурсе, на моих ресурсах, точнее сказать, потому что, как вы знаете, у меня тут полная демократия, никакого бана, никаких затираний комментариев. Хотя, опять-таки, даже дружественные мне ресурсы почему-то постоянно модерируют. Зачем? Не знаю. Но это как бы их личное дело. Так вот, что же вы сделали, многоуважаемый диванный воин в своей жизни, для того, чтобы приблизиться хоть на йоту, вот к вашему кумиру? Кумиру. Ответьте мне на такой вопрос. Ответьте мне на такой вопрос. Из тех, кого вы сейчас смотрите на просторах интернета, вот всю вот эту вот красную, прекрасную тусень, где вот все рассказывают про эти ужасы капитализма и прелести социализма. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Кто из них присел тут вот когда-нибудь? Кто из них ходил, я не знаю, на какие-нибудь манифестации? Кто из них строил баррикады и так далее и тому подобное? Я каждый раз рассказываю потрясающую историю, как летом я ехал на велосипеде мимо Пушкинской площади, и там вот это все начиналось. Я приехал на Арбат рассказывать про восстание 1905 года, показывал, где там стояло две баррикады. Потом я ехал обратно, и это все заканчивалось. И я потом поинтересовался, сколько коллег вы там были. Коллег я имею в виду по видеоцеху, не по идеологическому цеху. Они говорят, нет, мы там не были. Марксистами там и не пахло. Там в основном были всякие вот эти вот навальницы и так далее. И вот здесь как раз мы переходим к одной дивной истории, собственно, ради которой я этот выпуск и записываю, потому что одного из героев этой истории я знаю. Но не очень близко меня познакомил с этой замечательной девушкой, мой бывший коллега по работе. Но тем не менее я с ней знакомый. И даже, в общем-то, у нас была речь о том, чтобы я снимал им клип. Речь идет о группе Алоэ Вера и, собственно, о их вокалистке, прекрасной Вере Мусаилян. Я прочитал этот пост в Фейсбуке, у нее на странице, и он меня потряс. Я просто позволю вам его здесь зачитать. Это пишет тот самый Яшин, который мы опять об этом тоже поговорим, который некоторые считают законченным мудаком. Я никогда не думал, что я буду рассказывать здесь про человека по фамилии Яшин, который, насколько я понимаю, представлял или представляет до сих пор партию яблока. Я вообще не слежу за всеми этими историями. Тем не менее. Знаете, чего больше всего не хватает в административном изоляторе? Домашней еды, которая здесь запрещена. Ты либо жуешь котлеты в столовой, либо давишься за шараком в камере. Попытки передать арестанту что-то домашнее, как правило, строго пресекаются. На самом деле, не пресекаются, если знать, кому заносить и сколько. Но, опять-таки, я с этим сталкивался, поскольку я сам возил передачки. Правда, не в Москве, а в Петербурге. И, в общем-то, все решается деньгами. Моя подруга Вера Мусаилян купила этим летом вафельницу и начала печь. Вы даже не представляете, насколько вкусно у нее получается. Все полтора месяца за решеткой я вспоминал, как прекрасно она готовит. И вот однажды дверь камеры открывается, и на пороге стоит прапорщик. Яшин говорит, тебе передачка, спускайся. Выхожу на первый этаж, спецприемник, а там Вера расписывается за пакет. Читай состав, шепнула она мне перед уходом. В смысле, не понял я? Внимательно читай состав, тихо повторила Вера. Я пожал плечами, потащил пакет в камеру. Разложил передачку на столе. Орешки нормально, батончики какие-то, тоже хорошо. Вода, яблоки, шоколад. О, вафли. Не домашние, конечно, в магазинной упаковке. Зато разные, и сладкие, и зелень. Упаковка, правда, какая-то странная, я такую и раньше не видел. Но все на месте, штрих-код, дата изготовления, состав. Так, стоп, состав. Внимательно читай состав. Глядываюсь в мелкие буквы на этикетке. Зеленый лук, перец, сухое молоко. Привет. Соя. Илья. Белок, растительное масло. Согласись. Сливочное масло. Я могу содержать изобретательно. Да не может быть. Беру следующую коробку, читаю состав. Мука, пшеничная, крахмал. Между прочим, сыворотка молочная, сухая бекон, я встала, сухое молоко, смесь трав, пораньше, белок, сорбитовый сироп, чтобы перец черный, лицетин, грецкий орех, это приготовить. Откусываю, ну, конечно же, это те самые домашние вафли. Краем глаз замечаю, что на этикетке указан изготовитель. О-о-о, умница Вера. Умница Вера, заканчивает он свой пост. Ой, слушайте, дождина надвигается, надо, собственно, поторапливаться. Такой был сегодня прекрасный день. Я тут десяточку бегал, а вот видите, как все меняется. Так вот, в какое время мы живем, замечательное, я не знаю, помните ли вы, нет, этот рассказ про то, как Ленин ела чернильницы. Ну, вот это парафраз, фактически. То есть Вера, которая вообще ни разу не борет с режимом, передает этому Яшу, на которой ни разу не коммунисты и не левые, и все такое прочее. Вот такую передачку, это замечательная история, показывающая... Ну, на самом деле, для меня это реальная история вот из народной воли, потому что они прибегали примерно вот к таким же ухищрениям. Естественно, я не хочу никаких сравнений проводить с этими личностями, да. Сонечка Перовская отнюдь не Вера Муссоелян, Яшин отнюдь не Желябов, да. Но тем не менее, для того, чтобы достигнуть какого-то результата, им приходилось что-то изобретать. Так вот, где эти изобретения в этой так называемой настоящей среде революционной, пролетарской и все такое прочее, которые вот заклад свою борьбу, бла-бла-бла-бла-бла-бла? Где они? Ну, то есть, покажите мне, где эти Веры в этой среде, которые носят передачки, ну, кому? Никому. Почему они не носят туда передачки? Да потому что, как бы, там, где сидят нынешние бурцуны, вот эти вот, туда передачки не надо носить. Они, в общем-то, сами комфортно могут заказать себе Яндекс.Еду какую-нибудь или еще что-нибудь. Поэтому претензия на самом деле не к портрету Сталина, претензия к поведению того, кто этот портрет Сталина себе ставит. Это вот опять-таки был такой тезис. А вот я вешал себе значок с Лениным и ходил с ним, я что, тоже мудак? Я тоже носил значок с Лениным, но я носил его на груди, дружочек. Я не носил его на лице, он не был таким огромным. Это выглядело бы, знаете как, вот я, у меня такой огромный значок с Лениным, я такой высовываюсь из-за угла и кричу «Перед, ты антисаметчик!» и убегаю. Я так оборачиваюсь, думаю, где этот человек, а его нету. Вот это выглядит примерно таким образом. Поэтому претензия-то не в том, что вы скрываете свою личность. Ради бога, ну, люди разные, кто-то публичный, кто-то непубличный, кто-то стеснительный, кто-то нестеснительный. Но, если вы пытаетесь вступать особенно в какую-то полемику, ну, согласитесь, как бы тебе хотелось бы знать, с кем ты общаешься. Потому что, когда ты не знаешь, с кем ты общаешься, у тебя нету интереса с ним общаться. Потому что за фасадом может быть кто угодно. Там может быть гений, там может быть... Ну, правда, это, конечно, все читается обычно со второго или третьего комментария. Это все прослеживается. Но, тем не менее. И поэтому тебе, конечно же, пропадает интерес ко всему этому процессу. В этой связи-то я троллю крайне редко. Тем более, люди, опять-таки, очень ранимые. Они на очень вежливое обращение, но при этом жесткие тезисы могут написать. «Я не думал, что вы такое быдло. Ты отписываешься, ты с катертью дорога». И самое главное, что вот в этой так называемой революционной среде вот эти все Навальнятое и вот эти все Яшины, они вот такие законченные клоуны, мудаки и прочие. Они там что-то скачут, там выкладывают фоточки в Инстаграм. Я еще раз говорю, я это не поддерживаю, потому что у меня вообще другая позиция по этому всему. Я не для того изучал революционные движения, террористическую борьбу, для того, чтобы не понимать, чем это все закончится. Ну, то есть, для меня это очевидно. Если для вас это не очевидно, это чья моя проблема, или ваша. Так вот, для них, для всех, вот они все такие клоуны. Может быть, они и клоуны, а вы-то кто? Ну, то есть, они хотя бы шевелят лапами, там ходят, что-то скандируют, там, бла-бла-бла, сидят за это, да, и прочее. Яшин, кстати, стал в итоге депутатом МО, там, какого-то в Москве, ну, чего-то там пытается делать. Ну, он шевелит жопой, а вы, мои дорогие революционеры, вы что сделали? Скажите мне, пожалуйста. Поэтому, прежде чем ставить себе на аватар какого-нибудь Железного Феликса, вы подумайте о том, что Железный Феликс руководил, ну, по-современному говоря, одновременно тремя министерствами. То есть, я вообще не понимаю, как это возможно, да, и, ну, то есть, по-моему, он там спал, не знаю, там, по четыре, по шесть часов в сутки максимум, и вот работал по восемнадцать. То есть, вот так вот, вот так вот это дело было. И, собственно, где этот Железный Феликс, да, и где вы в данном случае? Тем не менее, я рад приветствовать вас всегда на моих ресурсах. Можете даже лить говно, я всегда это приветствую, и это то же самое, тем более, вот я вам сейчас покажу наглядный пример, насколько полезно все-таки не банить людей, позволять им высказывать свою точку зрения даже в грубой форме, потому что для них это может быть вдохновение. Вот лучше пусть это происходит здесь, чем в семье, чем на улице, чем еще где бы то ни было. Я вот не сказал о том, что насколько это конспиративно поставить себе аватар Сталина. Ну, допустим, допустим, вами заинтересовалась ФСБ, хотя нафиг вы им нужны, но тем не менее. Или кто-нибудь, да, вот вычисляю тех, кто пытается организовать революции. И вот вы с аватаром Сталином. Сталина. Это как вот если бы Андрей Желябов ходил бы в 1880-м году с таким плакатом по Невскому проспекту «Я из исполнительного комитета народной воли». Ну вот это примерно так же. А если вы напишетесь, что «А я так тоже конспирируюсь?» Ну вот посмотрите мой клип «Меня зовут Гугл». То есть вы это делаете в системах, которые про вас все знают от вашего мобильного телефона до цвета ваших трусов, потому что вы их заказываете через интернет. А если вы их не заказываете, то вы заказываете что-то другое и так далее. Поэтому это все такой вот детский сад и прочее. И обвинять меня в том, что я поборник капитализма, тоже глупо. Я не поборник капитализма. Я поборник реализма. Предложите мне какую-то другую систему, которая была бы, ну, нацелена на стимулирование человеческой личности. Я ее с радостью поддержу. К сожалению, коммунизм к ней не относится никаким боком. И мы имели, собственно, несчастье в этом убедиться на протяжении вот почти 70 лет, когда все развивалось вот по синусоиде и закончилось, чем вы это все прекрасно знаете. И все тезисы, которые вы здесь будете выкладывать, они тоже понятны. В связи с чем я бы хотел в конце рассказать еще пару вещей, которые я не рассказал в прошлый раз. Я всегда подчеркиваю, что Советский Союз – это как-то такой двуликий янус. Там было очень много положительного. Там было очень много отрицательного. Вот мы тут провели фестиваль «Цифровая история» на тему Советского Союза. Очередной раз я вспомнил о том, что межнациональной розни практически не было. Что такое бомжи мы не знали в Советском Союзе. Ну, то есть я реально смотрел на эти крикатуры в «Крокодиле», где там вот эти вот бездомные в коробках. Я не понимал, как это возможно. Ну, то есть реально. Квартиру можно было кооперативную купить, там, не, так сказать, впадая в эту жесткую зависимость ипотечную и так далее. Но ведь, понимаете, в чем дело? Если это было бы так, я об этом говорил на самом деле, если бы это была такая замечательная страна, она бы, наверное, не развалилась, безусловно. И вот чего вам не покажут за фасадом различных, сейчас есть, знаете, такие киноленты, которые показывают кинохронику советскую, такую вылизанную абсолютно, она прекрасная, безусловно. Вам-то не покажут, например, туалетов советских. Вот, да, моя любимая сортирная тема, меня тоже за это очень любят, постоянно туалетная бумага, да, которой не была. У нас же люди сейчас любят газетами подтираться. Дело в том, что вы даже себе не можете представить, как они выглядели, эти туалеты. Мне один человек рассказывал, что где-то в 60-х годах, там, на югах, он приехал и зашел в туалет с приятелем, и там была такая, знаете, пирамида из говна. Они долго думали, а вот, как бы, ну, вершину, как вот они соорудили, то есть, какие нужно было предпринять действия. Или то, как он повел иностранца здесь у нас по Невскому проспекту, или зашли в общественный туалет, а там вот что-то такое плавало, в этом туалете стояли кирпичи, на поверх кирпичей были проложены доски, вот они по этому делу шли. Как выглядели туалеты в элементарной советской школе, вы даже не можете представить себе. Сева Гакель, вот, как раз основатель клуба «Там-там», о котором я буду рассказывать на ближайшей экскурсии, он говорил в своих воспоминаниях, что когда приехала к ним одна немка, она научила их мыть унитазы, и для них это было большое откровение, что унитазы могут быть чистыми, и что вообще мыть туалеты – это нормально. Не знаю, может, поэтому я в своей коммуналке единственные мыл унитазы в мужском туалете, потому что там был как раз вот этот советский бэкграунд, им всем было за 50-60 лет, этим прекрасным чувачкам. Еще один момент, про который я не говорил, это то, что советская система парадоксальным образом впитала в себя вот эту общинность дореволюционную. То есть лодырь и лоботряс, он никогда бы не пропал. То есть ты мог не делать ничего, вот ровным счетом ничего, да, и система все равно бы тебя выкормила. Да, там были бы всякие вот эти вот постановления, собрания, тебя бы переводили с работы на работу, но тебе могло бы быть на это похрену, и ты бы все равно чувствовал себя хорошо. Вот «Москва петушки», вот там прекрасно это описано, или есть замечательный такой, знаете, советский фильм «Афоня». Там все, конечно, сглажено и вылезано, но очень прекрасно показано, как можно было замечательно филонить в советской системе, и тебе за это ничего не было. А вот за то тем, кто пытался там рвать жопу на красный флаг, но в желании как-то себя самореализовать и что-то за это получить, может быть даже материально, вот им, конечно, была крышка в определенном плане. И это действительно на наследие определенной вот этой вот дореволюционной общины, которую пытались разрушить, и о том, хорошо это было или плохо до сих пор, спорят историки. И вот у нас был такой открытый столб, в буквальном смысле, на хуторе Захара Прилепина, когда мы делали выездной такой фестиваль цифровой истории, там вот историк Артамонов, он прекрасную вещь сказал, что он наблюдает вот последствия этого общинного строя, например, когда принимает экзамены у своих студентов, которые дают списать друг другу. Ведь я тоже всегда дал списать, всегда давал списать. У меня такая была ситуация, что я после школы поступил училище, и у меня в школе был большой уровень, а училище вот такое. И я там, ну, для этого реально скучал. Это, кстати, очень плохо, на самом деле, когда уровень падает, это потом тебя расслабляет. И я это почувствовал, когда после этого поступал в институт. Но, тем не менее, ведь на самом деле, ведь списывать же это плохо. Ну, то есть, представьте себе, да, человек ничего не знает, вы даете ему списывать, и он как бы тем самым, ну, каким специалистом он выйдет. Ну, вот у нас это нормально. На Западе это плохо, и мы их за это троллим, а у нас это нормально. Вот это как раз последствия. И это прекрасная черта Советского Союза, где вот эта вот уравняловка, она была для всех. И для бездельников, и для трудоголиков. С этим пытались бороться, и вот я помню, во времена Андропова на закате, там вот эти вот знаменитые оцепления кинотеатров, когда заходили, значит, проверяли, почему-то не на работе и так далее. Но это ничего не дало, потому что это было заложено, опять-таки, в самой системе, и она была порочна в этом плане. Так что это вам еще несколько тезисов, такой наброс на вентилятор, чтобы вам было что обсудить здесь под этим видео. Опять-таки, я не удивлюсь, если вы с этим не согласитесь. Это, опять-таки, нормально, еще раз хочу подчеркнуть, быть не согласным – это нормально, а уж тем более на моем канале это тоже нормально, тем более, что вы можете тут писать все, что хотите, и в мой адрес в том числе. Так что, если вы хотите послушать про тех людей, которые реально боролись за некое светлое будущее, и, увы и ах, они жестоко ошибались в этом, но, тем не менее, верили в свое дело, то приходите ко мне на экскурсии в Петербурге и в Москве, они будут. В Петербурге 2 ноября будет вообще моя классическая экскурсия. Я начинаю с необычный сезон, называется «Убить царя», вот как раз про самый-самый пик деятельности народной воли. А 3 ноября у нас будет, я вот прям смотрю, а «Брата Ленинград», «Кино и Бродский», я покажу знаменитую на Кирочной улице церковь, где был рок-клуб, где вот снималось несколько сцен фильма «Брат», и там вот был магазин, который недавно закрылся в подвале, я там сам кое-что покупал, про Иосифа Бродского, про «Преображенский сабор», где началась, собственно, карьера Лизаветы Петровны, как императрица. В общем, про это все. А в Москве 8 числа, 8 ноября, изнанка Тверской. Я, наконец, чуть-чуть повожу по Тверской, покажу вот это Савинское подворье, про которое, как выясняется, даже среди моих экскурсантов не все знают. И потом мы, собственно, выйдем на Камергерский, поговорим про взаимоотношения Прокофьева и Сталина, ну и, естественно, на Тверской расскажу, как двигали дома. А 9 ноября будет экскурсия «Достоевский и армия». Я покажу, в общем-то, относительно знаковое для меня место, где родился Федор Михайлович Достоевский, расскажу про Суворова, Фрунзе, про бугорок, где некогда стояла церковь, а теперь я, когда там жил в рядом стоящей гостинице, там, периодически вишу на турниках. Еще вот о чем хочу сказать. У меня есть прекрасно знакомая Дима Чернинка, который как раз таки вот из тех представителей «Левого движения», пытающийся сделать что-то конкретное. Например, он волонтерствует для канала «Стейшн Маркс», работает оператором и почти как на работу, каждую неделю ездит на съемки. Но у него есть свой личный канал на YouTube, где он выкладывает видео уже совершенно другого характера. Видео-экшн, видео-пейзажные, в общем, все то, чем он занимается в свободное от волонтерства для «Стейшн Маркс» время. Я размещу ссылку на этот канал в описании под этим видео. Можете зайти, если вам понравится, то можете подписаться. Да, еще Дима, естественно, помогает снимать мне ролики про Москву. Я сейчас, если вы заметили, начал выкладывать некоторые свои видео-гиды по Москве. И вот как раз таки он их снимает и монтирует. Буквально завтра я еду в Берлин, везу первую группу. Кстати, ждите отчеты. Я там уже задумал пару выписков. Вот про Геббельса очень хочу рассказать, про пропаганду. Это все, что меня всегда интересует. На ноябрь еще есть пара мест. И 9 марта я формирую следующую группу в Берлин. А в конце января, 27 января, мы едем в Париж. Если вам интересно, то там есть ссылки на все встречи, на все мои ресурсы, сайт, группа, инстаграм-аккаунт, электронный адрес. На этом все. Оставляйте комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok